Вот эту штуку убирайте. Это что такое у вас? Выключайте. Я не могу ознакомиться что ли сейчас? Вы читайте, я говорю, камеру включайте. Так, секундочку, выключайте, пожалуйста. Камеру, говорю, выключайте. Ну, так имейте все нормально, а они деньги спрашивают. Деньги спрашивают. Сколько денег? Пять тысяч. Пять тысяч, да? Сразу пускай, так что. Слово я здесь не знаю. Ну как я перестану? Вы перестаньте, пожалуйста, тут вымогательством заниматься. Мы вымогательством занимаемся. Да, там. Сейчас. Вы сюда просто заявление писать или здесь провоцировать? Да, с напихом, вы не волнуйтесь. То есть мы спровоцировали их сказать нам, что у них вымогают пять тысяч рублей? У меня такое предположение, да. Где они есть? Где их не заедут? Они убежали, потому что они понимают, что сейчас они задержатся, а мы уйдем, да? Их здесь забьют до смерти. К сожалению, у нас такого не происходит. Доверие народа, сила полиции. Я могу бы не давать документы? Мы вам очень просто, со словами все. Заявители обязаны иметь документ? Заявитель может быть. Человек ограбленный. Изворованный. Заявители. Заявители. Ну, мрак. Блогеры. Что там? Переживают? Да-да-да. Безусловно. А начальник камеры посмотрел, что это за? Хлопцы с камерами, с какими-то палками огромными. Что это такое? Да лих бы ни с факелами, ни с вилами. Не время. Попозже. Так, вы идёте? Да. Только без камеры. Ну, это мы решим сами. Что значит, только без камеры? Дело запрещено. Чем запрещено? Осматривать будете? Обязательно. Сейчас нам, видимо, будут отказывать доступ к дежурной части. Так. Да вряд ли. Все съёмки с разрешением управления. А мы только что оттуда. Разрешение есть ли у вас? Конечно. Там снимали. Конституция Российской Федерации там всё равно решила. Нет. Так, ищите. Да, обращение не нужно. Что же показалось? Ну, то есть нам отказывают доступ к дежурной части. Вы что это сказали? А фамилию кто отказал? Зеленев. Зеленев. Пусть он сам выйдет и скажет. Я отказывал доступ к дежурной части. А в принципе, он у нас тут может принять заявление? Нет, я не хочу. Нет, мне там есть нужные стенды. Сесть нужно, расположиться. Что это тут? Отказывали заявление. Нам сегодня уже отказали в одном месте. Сейчас будет заявление в прокуратуру. Если откажут здесь, будет ещё одно заявление в прокуратуру. Там кижок тебе не объяснял. Не заявите. А вы подчиняетесь закону или начальнику? Что для вас первично? Закон или требование руководителя? Мне не сказали на территории отдела. А закон-то выше, чем руководитель? Или кто выше? Да вам меня не будем, павоцируй. Не, я не павоцирую, вопрос интересный. Нам просто понять хочется, вы с народом или нет? Да не надо. Да не, причём не с народом? Ходите туда. Куда? Да, я уже прошёл осмотр, как это я пройду. А вдруг я там себе что-нибудь подброшу, запретное? Вы же его записали. Да. Мне нужно попасть в дежурную часть. Доступ в дежурную часть круглосуточный, неограниченный. Все вопросы к отец мне сейчас возьмут. Да, но он тоже здесь. Только чтобы он вас к дисциплинарной ответственности не привлёк. Вы значок сделайте, видимо. А то, не дай бог, ещё сейчас докопается до вас. А вас как по имени, что-то? А фамилия? Простите, да, вы когда подошли ко мне? Я так устал сегодня. Лобанов Алексей Сергеевич. А мы в дежурную часть. А что с камерами-то? А почему нет? У вас же камера есть? Потому что нельзя. Что? Потому что нельзя. Вы по какому вопросу пришли? По вопросу заявления, написания. По поводу чего? Сейчас определимся. Ну, вы скажите мне на словах. На словах? Для начала, чтобы я вас запустил. Камеры выключаете и потом заходите. У нас режимный объект. А если вы хотите сказать, что я не имею права, что ли, получается? Снимать не имеете права. То есть доступ в дежурную часть мне сейчас... Дежурную часть вы можете пройти с выключенными камерами. Либо в сопровождении пресс-службы УВД ЮАО. Связывайтесь и с ними совместно заходите. То есть вы сейчас запрещаете мне... С камерой, да. С включенной камерой, да. Вы запрещаете? А с выключенной... Товарищ майор, фамилия ваш как? Кузнецов Александр Иванович. Александр Иванович, смотрите. Если вас сейчас нам не предоставляет доступ в дежурную часть... С камерами, пожалуйста. Да с камерами, да с камерами. Это ваше право. Это вот мое имущество, я хочу вместе с ним пройти. Выключайте и проходите. Хорошо, выключу. Выключайте. Прям без вопроса. Вы тоже выключайте. Выключили. Убирайте в сумочке там свои. Зачехляйте. Она не может зачехлена быть. Зачехляйте. Зачехляйте, я вас лично проведу сейчас до дежурной части. Пойдемте. Зачехляйте. Ты досмотрел? Вот эту штуку убирайте. Какую? Это что такое у вас? Какую? Вот эту вот. То, что у вас есть. Зарядка. Зарядка. Да тут заявители это самое. Давайте мы оборудованы видеоаппаратурой. Набисунда видеофиксация ваших правоналушений. Я не могу ознакомиться что ли сейчас? Вы читайте. Я говорю камеру выключайте. Так, секундочку. Камеру выключайте. Садишь майор, смотрите. Вот вы паска. Если вы считаете, что я что-то выкару, оформляйте. Пожалуйста. Я говорю выключайте камеру. По какой статье у меня будете оформлять? Вот вам паска. Я вам сказал. Вы заявление хотите писать? Задитесь, пишите заявление. Я заявитель. Дайте мне план. Дайте записать. Какие-то крики, собственно говоря. Уже давно все выяснилось. Я же говорю, вы провокатор. Вопрос в районе поднятия. Уже давно все выяснилось. Уже давно все выяснилось. Уже давно все выяснилось. Писать, присядьте. Содирать информацию. Гражданин, может любым удобным способом в соответствии с конституционной нормой. Чего выяснилось. Информацию о чем? Обо всем, что хочу. Это мое право. Законное. Объяснение, бланк. По какому вопросу это заявление? Не знаю. Вы будете оценивать. Но вы на словах скажите хотя бы. Что вы будете писать? На опорах для знаков установлены незаконные таблички, вводящие в заблуждение участников народного управления. Где? В городе Москва. Вообще в целом? Нет. Конкретно мадрес самое сейчас все напишу. Что-то мы уже написали, что сейчас еще напишем. Запишем. Собственно, у Камяка здесь по этому же поводу, походу, я вспоминаю еще по ролику, по этому поводу там бывает конфликт. Видеосъемка? Ну, пошли на маленькую хитрость. Но сначала зашли, а потом все включили. Село все, блин. А вас что, ребят, забрали? Ну, документы все нормально, они деньги спрашивают. Деньги спрашивают? Сколько денег? Пять тысяч. Пять тысяч? Скажем. Кто сказал? Пальцем покажи его, кто из них сказал? Я знаю, номер номер есть. Номер есть? Давай, продиктуй, пожалуйста. Нам туда преступление сообщают граждане, что вымогают пять тысяч рублей. Это что такое? Кто вымогает? Сейчас узнаем. Кто вымогает? У нее авиабилет есть тоже, вот опоздал. Опоздал уже, да? Подождите секундочку, подождите секундочку. У нас заявление по поводу того, что эти граждане, у них вымогают деньги. В словах можно сказать, все что угодно. А мы сейчас на бумаге напишем? Они нам на камеру сказали, мы сейчас все это делаем. Вот, а, нет, билет. Он опаздал, он должен сейчас... Что? А я тут услышал о преступлении. Билеты, да? Я сейчас разберусь, что мне делать. Да, большие регистрации. А куда? Если пять тысяч даешь, ну опустим. Положил на стол, если кто-то... Это кто, полицейский сказал? Пять тысяч даешь, отпустим тебе. Вот дежурный, а еще значит... Стопраздите. И этот говорил, да, вот который сейчас вышел? Мне на камеру только что сообщили о преступлении. Мухатцы какие. Вашу фамилию именно назовите, пожалуйста. Мухатцы. Откуда? Из Узбекистана. А вы? Из Узбекистана. Узбекистан? Нет, Узбекистан. Кыргызстан. Понятно. В каждом отделе практически заходим. В каждом отделе стоят лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, и у всех вымогают деньги. Четыре, пять тысяч. Три тысяч. Нет, пять спрашиваю. Ну, здесь в данном случае пять тысяч, да. Можно, пожалуйста, с полицией соединить? Мы сейчас пришли в отдел полиции писать заявление, а здесь услышали о том, что здесь происходит вымогательство от потерпевших. Они стоят, и у них деньги вымогают. Вот мы хотим им сообщить. Я хочу сообщить сейчас в дежурную часть, чтобы приехал сюда ОСБ срочно. Вместе с оперативной следственной группой, вместе с оперативниками. А как, просто на улице запрали? Очень похоже, да. У них с документами все в порядке. Один опоздал на самолет. Все в порядке с документами, да? Ну да. Есть три средства. Хасейка моя, когда я регистрирую, я объяснял, они смеялись. Короче, если хочешь пять тысяч, да, сразу пускай. Так что, да. А у меня тоже, у меня авиабилеты, ты мой. Отпускай. Да? А сейчас он просто едет, напишите, пожалуйста. Да, вы делаете. А, вы не спрашиваете. Сюда, вы на рамках, что-то. Ребята, сюда вы ходите. Сюда, вы ходите. У тебя по центре. Все, вот быстренько, сейчас их вы отпускаете. Да, да, да. Вот так вот, ребята. Все? Вы свободитесь, да? Ну как я перестану? Вы перестаньте, пожалуйста, тут вымогательством заниматься. Мы будем вымогательством заниматься. Да, там вот. Странно. Я вам авиабилеты. Я вам авиабилеты. Я вам авиабилеты уже. Алло, алло. Все выпускает? А мне сказали, только что пришел, и так вот, все выходит. Все, быстренько, да, решили вопрос. Второго тоже отпускаете. Все, все. Ребята, можно паспорта ваши показать, чтобы потом узнать, кто, да? Да, может, сейчас с вами будут связываться. Можешь проговорить? Махмудов, Нурвейг, Абдисады тысячи. Все, откуда? Из Узбекистана. Узбекистан, а ты? А вот у меня был Рустамбель. Из Киргизстана. Если что, я за значок номер, да, уже? Все, окей. Номер значка еще раз, можешь сказать? Можешь еще раз номер значка сказать? 022. 022-480. Все. И вот этот вот, который сейчас вас отпустил, да? И он тоже. А если ты едешь с тобой, с тобой в СУСБ, попросят опять показать номер. Номера свои записывайте, да. Ты в России? Или ты сейчас тоже улетаешь? Нет, я записываю. А, ты здесь, он улетает, да? Да. Номера свои оставляйте. Олег, здесь. Сейчас уйдите, не переживайте. Привет, блядь. Вот этому удачно зашли. А постоянно? Постоянно так. Вот заходишь в отдел, стоят 3-4. Да. Гражданин в Средней Азии и у всех вымогают деньги. Ждут. Когда кто-то что-то принесет. Ну, предположительно, вот этот человек, по словам людей, вымогал. А вот этот, который, вот этот не вымогал? Пиши номер, значит. Вот этот не вымогал? Нет, нет. Этот не вымогал. Все, вы пока свободны можете быть. Подожди, подожди, сейчас. А? Бифон, говорю, уберите, прекратите съемку. Вы пока свободны, не волнуйтесь. Я вам не знаю, пусть хозяек придет. А зачем? Зачем? Деньги давай, да? Ну, да. Ты же денег должен принести. Позволь, она сказала, если что, я подойду. Все понятно. Деньги сказал так. Ни хрена себе, будут тут деньги вымогать, еще нам что-то говорить. Фамилия, телефон, фамилия, имя, что-то, и номер жетона, который, человек, который вымогал. Номер жетона, он же сказал. Да, да, да. Ну, знаете. Да, да, да. Давай, давай. Ты улетаешь? Быстрее, да. Он представлялся? Нет. Не представлялся. То есть это номер жетона, да? Да. 022-480. Ну, я здесь. С тобой могут связаться просто. Или мы там, или еще. Все, это нам информация, не переживай. Все, давай, иди. Спасибо. Пока. Давай, счастливо. Паспорт не забудь. Я Вадим зовут. Давай, пока. Давай. А теперь напишу заявление. Пишем, пишем. Не подчистили. Переживали по поводу камер, а подчистить забыли. Да, вообще косяк. Это вот, понимаешь, настолько для них приемлемо и ежедневно, бурнично, да, что вот есть граждане зарубежных стран, граждане иностранных граждан, которых они постоянно что-то вымогают, они стоят здесь, да, в чем договориться, на них просто никто не замечает. Да. Люди приходят со своими проблемами, пишут заявление, уходят, что-то выясняют, ну, ничего, тут стоят еще, пусть постоят. Вот в чем проблема. То есть коррупция полицейская делается на иностранцах, не на уже, даже не на россиян. То есть россиян по регистрации уже давно никто не трогает, там, украинцы, белорусы, да. Вот огромная кладезь, их там несколько миллионов. Что-то майор куда-то исчез, пошел норму узнавать. Майор? Да, да. Который запрещал нам осуществлять фото, видео и фиксацию. Товарищ майор, здесь такой улов. Вот смотрите, подозрение, вот это товарищ лейтенант, который сообщили, должен один в Азбекистан, другой в Кыргызстан, он помогал по пять тысяч рублей, нам все это на камеру сообщили. А вы говорите, не снимайте. Если бы не снимали, как бы мы выявили? У кого не помогло? А вот здесь стояли два гражданина, которых держали несколько часов. Один из них опаздывал на самолет. Несколько часов прям. Здесь несколько часов. Ну, они, так, вы заявили, что не один час. То есть они два часа держат, что-то такое. Я спросил, как у вас с документами? Я говорю, с документами все в порядке. Вымогают деньги, по пять тысяч рублей. Как только люди, находящиеся за стеклом, услышали наши речи, то же товарищ взял документы, выдал им, отпустил их, те убежали. Но контакт нам оставили. Совсем не надо. Надо ОСБ вызвать, ОСБ по залу. Дайте телефончик, пожалуйста. По югу. Это Ю. Конечно, это ю. Простите. Я просто привык, но... Телефон есть у нас. Где-то здесь было. У нас здесь есть, да. Все телефоны. Паш, посмотришь, я покажу. Да. Так. Несчастная дежурная часть. Вот собственной безопасности два телефона. Угу. Ну вот, все телефоны, какие вам интересны. А я сейчас пока узнаю, за что их заставили, и во сколько. Виноватый вид такой. Такой виноватый человек. Ты видишь, как он у него видов? Как собака побежала. Ну, я и говорю, что... О, как он такой бедный, несчастный. Не дался. Да. Да нет, вы знаете... Не подтверждается информация? Их доставили для проверки документов, да. Да. Все записано. Документы у них нормальные. Да, в одного был билет... 16 с лишним доставили их, и их отпустили в течение часа. В одного был билет на самолет, и его не отпускали. Он говорит, что с собой пытается успеть. Ну, успеет, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Ну, если... Ну, отпустили... Если в окончании них были противоправные действия, поступит заявление, проявляет проверку и собственная безопасность, и мы служебу проведем, и так далее. С этим проблем никаких нет. У вас что по заявлению? Я пишу, вот, видите, я сейчас... Ну, я вижу. Вы согласны, что, собственно говоря, только благодаря нам и камерам люди... Один человек успел из самолета, второй человек ушел, и никто из них не заплатил взятку. Да нет, я с вами не согласен. Вы согласны? А, вы считаете, что они врут, да? Нет, подождите. Они, конечно, могут врать, но почему их отпустили через две минуты? Я не знаю. Я с ними не общался. Почему так? Я слышу только от вас информацию. Их отпустили через две минуты после нашего вмешательства. Потому что они были здесь минут сорок до вас. Есть определенный порядок доставления, проверки документов по базам, по всевозможным и так далее. Нет нарушений, люди отпускаются. А по поводу того, что с них что-то кто-то вымогал, я только от вас слышу это. Дорогич майор, мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что здесь происходило. Я рад за вас. Вы позвонили. Я понимаю то, что... Вы нам другого не можете сказать. Я вас понимаю. Что не можем сказать? Вот один взгляд вот этого человека, вот даже сейчас... Вы сюда пришли заявление писать или здесь провоцировать? Сейчас напишем, вы не волнуйтесь. Ну, все. Вот, человек справился. Сказать нам, что у них вымогают 5000 рублей. У меня таковое предположение, да. Где они есть? Где их не заедут? Они убежали, потому что они понимают, что сейчас они задерживаются, а мы уйдем, да? Их здесь забьют до смерти. Как граждан Таджикистана забивают в отделах полиции. Ну, откуда это вам опять у вас информация? Как это откуда? Недавно похоронили гражданин Таджикистана, который был задержан. У него побои такие, что мама не горюет. А в «Свести о смерти» написано «Сердечное недостаточно». Причем это в Москве было. К сожалению, у нас такого не происходит. Может быть, к сожалению, для вас. Для вас, к сожалению. У нас такого не происходит. К сожалению, у вас такого не происходит. Пишите заявление, вы просто отрываете меня от работы. Мы вас не звали. Вы сами к нам вышли сейчас. Потому что вы пришли писать заявление в сопровождении меня, но вы не пишете заявление, я так смотрю. Вы начинаете интервью брать, какие-то доводы свои, что-то комментировать и так далее. Это запрещено? Того, чего нет. Это запрещено? Вы пишите заявление, мы регистрируем, проводим проверку. Хорошо. Все, тогда. Вот, ребятушки, ни один из телефонов USB недоступен. Не берет никто трубку, которая на стене. Вот так вот. Говорит, звоните по телефону. За что доставили? Девушка, за что доставили? За что доставили? Ну, не доехали, не знаю. Штраф? Какой? Не знаю. За регистрацию? Деньги вымогали? Деньги нету. Не, они вымогали у вас деньги? Сколько? Не знаю. Ну, они взятку хотели взять? Посмотрю. Ну, сейчас вы нам говорите, и вы уходите отсюда. Сейчас они быстро вас отпустят. Хотели взятку взять, честно сказать? Сейчас уже двое таких ушли. Сколько хотели, сколько вымогали? И кто вымогал? Оба? Оба или один? Один? Кто из них? Сколько денег? Не знаю. Ну, какую цифру они называли? Не знаю, сколько денег. А как он говорил? Я не понимаю. Ну, смотрите. Пойдем. Вы только деньги не вымогайте с нее. Быстрее выбрали. А там все в заявлении есть. Дублирует? Зачем дублирует информацию? Адрес, телефон, указанный в заявлении. Зачем? Я вот написал все по существу данных вопросов. Я хочу так, как хочу. Понимаете, в чем дело? Давайте так просто. Я вот оставил как есть. Все. В заявлении написан адрес. В заявлении адрес написан. Телефон, национальность, гражданство, паспорт. Национальность, гражданство. Не имею права не указывать. Я имею права не указывать. Я имею даже анонимно подать заявление. Что? Я не хочу. Принимаете, как есть? Вы не прави мне указывать, как я должен писать заявление и объяснение. Вы должны принять то, что я подаю, и все. Я не буду. Вы не можете от меня этого требовать. У вас нет законного права требовать этого. Вадим Александрович, кто? Это я. Отойдите куда, пожалуйста. Войти внутрь, давайте. Открывайте двери. Сейчас подойду. Да. Сейчас отвечать на вопросы мои будете. Пожалуйста. Не знаю, что такое 51 статья. И громкая связь у вас работает по необходимости, когда вам нужно громко говорить, да? Она то работает, то не работает. На уровне фантастики. На драни. У вас кулер есть? С водой. Кулер с водой. Питьевой. У вас отсутствует он? Это нарушение. Как вы дежурство принимали? То есть вы сколько раз дежурите, принимаете его с нарушением каждый раз? Как не указано. В приказах, да. Ваших, МВДшных. 808 приказ, насколько я помню. По-моему, да, 808. Кулер, туалетная бумага, туалетное мыло, это самое мыло в туалете должно быть. Средства личной гигиены. Вон выдержка. Федеральный закон об общественном контроле. Вы же как раз белье выдавали с горячим питанием? Нет. Да, вы же приказывать этого не знаете. Вы же не знаете, что у вас кулер должен быть. Откуда вы знаете, что вы горячее питание должны выдавать? И постельные принадлежности. Обычно, когда мы появляемся, тогда начинает что-то выдаваться. Ну или нам подобное. Что? Мой месяц, год рождения. Не указано. 51-я статья. Вы не знаете, что такое? Конституция Российской Федерации. Я все, что надо, указал. Все, что надо, все контактные данные указаны. Кому надо, со мной связываются. Адрес. Национальность гражданства. Не указал. Что? 51-я статья. Национальность гражданства. Не указать, что ли? Пишите 51-я статья. Не указал, не указал. Пишите. Статья 50-я воспользуюсь. Хочу вас... Я все, что надо, я вам указал. Вы не можете меня даже обязать давать за объяснение. Я заявление дал. Это вообще не мое. Что вы мне даете? Принимаете? Дайте мне куспы и все. До свидания. На нервах. Потому что мы взятку нашли. Это он так пытается как бы. Компенсировать. 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 Ты что ж, ты же конфликтолог, да. Ты хорошо в этом разбираешься. Ярко выраженная позиция защиты. А еще уже нельзя было сделать отверстие. Вот это? Оно, походу, выдолблено в этой фиге. Какая-то наскальная живопись. Залито. Почему здесь было, видимо, глубже. А, нет. Выфрезеровано. Вот так говенок. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. А как вы считаете, у мигрантов можно вымогать взятку 5000 рублей? Ни у кого нельзя вымогать. А на что вы... Вот, друзья мои, был отдел полиции Донской. У нас по району Донской. В городе Москве. Вот так вот там вымогают деньги. Вот так запрещают снимать. Естественно, вымогательство это, по словам мигрантов. Но у меня нет оснований не доверять. Как нет оснований у судов не доверять сотрудникам полиции, так у меня нет оснований не доверять людям. Ну, а вы, ребятушки, пишите, что об этом думаете в комментариях. Развернуто в нескольких комментариях, чтобы продвигать это видео. Поставьте обязательно лайк. Распространите это видео в соцсетях. Ну, и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-каналы. В инстаграме я, допустим, ввел прямую трансляцию всего происходящего. И вы можете увидеть подобные бэкстеджи постоянно. В инстаграме и телеграме. Все. Всего доброго. Борейте за свои права. Всем пока.